Всем привет, мы в 150 стриме, и сегодня мы продолжаем проходить игру The Talos Principle. Вот уже пятый стрим по ней. Извиняюсь, что немножко я опоздал с началом стрима. Ну, в плане, что заглушка долго висела. Так, ну, вроде всё пошло. Так, что у нас в громкости. Ну, вроде нормально. Так, насколько я помню, у нас осталась там шестая и седьмая локация, да? В комплексе B. А, вот шестую, я так понимаю, мы прошли. А, да, шестую мы прошли. Значит, вообще осталась только седьмая. Ну, из простых, потому что там ещё есть, которые с помощью звёздочек открываются. И ещё вот эти, и вообще непонятно как открываются. Итак, в седьмую... А, у нас что, мы можем комплекс C открыть? Ну, это ладно, это сейчас ни к чему. Ммм, блин. Две жёлтые, две красные и две звёздочки. Я нашёл только один голос разума в компьютерном архиве. И кажется, мы становимся близкими друзьями. Док. А, это тот, с которым я разговаривал тоже, да? Хмм, если он уже был, тогда такое ощущение, что это подстава всё. То есть, на самом деле, ты... Ну... Не знаю, может тот же Элохим специально там... Ну, типа подстава делает. Тоже что-то вроде того. Ммм, не дружи со змеем, ибо он проникнет внутрь тебя и посеет зёрна сомнений. Один в фейс. Привет, чувакой шалман. Ммм... Ммм... Ачиф, как юар-ридер. Надежды нет. Всегда загнан в угол, вокруг стены. Даже там, где, казалось бы, есть свобода, одна ложь. Невидимые стены. Выхода нет. Нечитаемое имя. Версия 000666. Кто позвал этого парня? The Other Guy. Версии 59-45. Я спросил змея, как его зовут. Он сказал, что его зовут Милтон. Пророк. В первую ночь, когда я узнала, что всё закончилось, я вышла посмотреть на звёзды. Я подумала, что где-то там наверху есть построенные нами станции и запущенные нами зонды Voyager 1 и Voyager 2. Они за пределами нашей Солнечной системы. Они продолжают своё долгое путешествие по межзвёздному пространству, как памятники нашим стремлениям. Они посланники, пережившие свою родину. А потом я подумала, если они всё ещё существуют, то, может, и мы не исчезли. Если техника – это продолжение человеческого тела, то пока она работает, мы всё ещё есть. Крык-скок. Так, синий источник. Синий получатель. Ага, бомбы катаются. А, ещё синий получатель. Приёмник. Так, подражатель. Или как он-то отправлен? А, коннектор. Ну, коннектор – не очень очевидное название. Больше подражатель, мне кажется, подходит. И опять дропы пошли. Да что ж такое. Ну, в принципе… Не знаю. Страшно писали, что вроде не было особых лагов. Так что, как бы, пока оставлю. Но если там сильно лагает, то напишите. Будем что-то с этим делать. Я не знаю, что с кибергеймом просто происходит. Печаль, беда какая-то. Стоп, это… Странно. Бомбы в качестве бежевателя. Чё-то новенькое. Не при делах. В смысле… Ух, тыж. Он сразу все прорывает. А, нет, вот это не все. Хм, и чего? Так мне надо туда поставить что-нибудь А, по-моему без этой все равно откроется О! А-а-а! Синхронизировать, наверное, их надо. Ну, ладно, давайте почитаем, наверное, хотя, если сейчас такое настроение не очень читать, хочется больше, хочется поразгадывать, но сюжет все-таки надо упрекать. Так, ну, давайте прочитаем опять часть из книги, Osiris21.txt. Итак, услышав пение утренних птиц, приветствующих рассвет, бесед сказал, «В конце этого пути, когда пройдешь каждое испытание, когда все ворота будут открыты перед тобой, а душу твою взвеет в башне Анубиса, твои Ка и Ба воссоединятся, так ты постанешь Ак и проснешься в полях камыша Осириса, и там, святой Иару, начнешь новую жизнь среди богов и других блаженных духов». «И кем я стану?» — спросил умирающий человек. «Ты станешь памятью, знающей путь и очертания будущих дней». Так заканчивается рассказ об умирающем человеке и песце. «Слава тебе, Сирис, царь Вечности, владыка Постоянства, чейка свят». Стим отрубился? В смысле, у меня Стим работает. «Норвегиан Блюм» — email. «От кого?» — Роб Маклин. «Кому?» — список рассылки и тема «Норвежские голубые». «Привет, народ». «Привет, Элис». «Привет, народ и привет, Элис». «Я должен сказать, что несколько часов назад испытал первые симптомы. Я буду работать до конца недели, чтобы убедиться, что и Эли находится в отличном состоянии. Но потом сразу вернусь домой. Вы и дальше сможете связаться со мной по электронной почте и телефону. Но я уверен, что Саток отправится со всеми остальными делами. «И еще сделайте одолжение. Избавьте меня завтра от травмы, окей?» «Я вас всех люблю, но у меня просто нет сил для грустных улыбок и объятий. Лучшее средство от печали — закончить работу». «А теперь кое-что другое». «Счастливый Роб». «Прикрепленная ссылка». «Скетч про мертвого попугая». «Чат лог 9787». «Вот я и думаю, где ж тут смысл, верно?» «Ага, сейчас отключу скайп». «Ага, а я тут все думаю о своей тете. Я тебе не рассказывал. Вроде нет. Она ужасно богатая, типа разъезжает на всяких дорогущих спорткарах и отдыхает на Багамах. И у нее огромный дом, который больше похож на главное здание какой-нибудь корпорации, чем на нормальный дом. Чтобы добиться всего этого, она много работала, при этом обманула кучу народа, включая собственную семью. Раньше я очень злился на нее за то, что она сделала с моими родителями, но сейчас я думаю... А что она от этого получила? Она постоянно собачится со своим мужем, их сын стал настолько одержим деньгами, что разрушил свою собственную семью. Конечно, у них есть все, о чем я всегда мечтал, но ничто из этого не приносит им удовольствия. Мой дед был таким. А уж сейчас, в конце, что из этого имеет значение? Если у тебя будут все деньги мира, но ты умрешь в одиночестве и без любви, чего ты тогда достиг? Я этого не понимаю. Просто не понимаю. Так, ну пойдем еще одну желтую соберем. А, это мы читали? Нет, вроде не читали. Вопрос. Предположим, ради аргумента, что все это неспроста. Вселенная, машина, включенная и оставленная давным-давно. Как мне объяснить, что я вижу? Шип версии 69.1 А может быть, ты задаешь неправильный вопрос? Предположим, у тебя нет никакой возможности это объяснить. The Shefford версии 8024 Может быть, не самостоятельно. Хм... Шип версии 69.1 Зависит от того, поставлена ли эта машина на цикл и какую проблему она призвана решать. Always right версии 99.10 Если ты пытаешься перехитрить парня в архиве, ответ будет не один из вышеупомянутых. Докверсия 55.1 А где тут краска? Надо найти краску тоже, чем мыть накалякать. Выхода нет. Выхода нет. Выхода нет. В начале были слова, и слова сотворили мир. Я есть слова. Слова это все. Там, где нет слов, нет и мира. Ты не можешь идти дальше в пустоту на расстоянии. Повторяю. В начале были слова, и слова сотворили мир. Ну ок. Привет, Картофан. Как там твой рейп? Что делать, если на решение проблемы не хватает человеческой жизни? Возможно, в этом вопросе скрыта вся суть цивилизации. Единственный ответ, который приходит мне в голову, это запустить процесс. Создать условия, при которых решение будет приходить независимо от тебя. Но это требует тяжкой жертвы. Нужно отказаться от желания присутствовать, быть в центре системы. Участвовать в проекте цивилизации значит принять смерть. Алекс, ты такая смешная. Не многие зашли так далеко, но я считаю, что мы должны искать тайны этого мира, если по-настоящему хотим служить грядущим поколениям. F3L4 Fiel Или это по-другому читается, типа SELFIEL vs 49.3 Я люблю, когда буквы заменяют цифрами. Такой нечитабельный становится жесть. Какой-то скрытый терминал. Что тут у нас? О, робот с TXT. Ну знаете, да, эта штука, типа, когда в сайт, в корень сайта кладешь робот с TXT, это, типа, ну, чтобы роботы игнорировали этот сайт, там перечисляешь, что они должны игнорировать, какие страницы. Ну, звучит что-то другое. Жил в Испании робот один. Неледим и безумен он был. Он узнал, что его компоненты не выкинули стадии беты. А мозги обновить он забыл. Жил в Японии робот один, что сканировать чисто любил. Он узнал, что факты достать нужно прежде... А, чтобы факты достать, нужно прежде топор отыскать. И над планом мозги поломать. А еще жил ИИ уникальный. Огнестойкий и сверхгениальный. Угодил он с петлю. Угодил он с петлю. Угодил он с петлю. Боундейли. В чем, сказал он, заключается разница между человеком и всеми остальными живыми созданиями? Каждый заблудившийся зверь, как и я, имеет те же самые телесные потребности. Он голоден и ест траву. Он испытывает жажду и пьет воду из ручья. Его жажда и голод утолены. Он удовлетворен и спит. Он снова поднимается и голоден. Он снова ест и успокаивается. Я хочу есть и пить, как и он, но когда я удовлетворяю жажду и голод, я не нахожусь в состоянии покоя. Часть 4. Затем, подняв глаза к горе, он сказал, Это роковое препятствие, которое сразу мешает наслаждаться удовольствиями и упражняться в силе. Как долго мои надежды и желания были за пределами моей жизни, которые я еще никогда не пытался преодолеть? Так, что-то много написал о том, что крышал манты. Сейчас. Короче, я как вижу, это родился такой, это тебе в руки дали этот череп, и говорят, шлифуй, но ты шлифуешь и шлифуешь. Потом приводят тебе женщину, делайте все дела, ты застарился, помер, она родила, и этот череп ты даешь ему с словами, шлифуй, сынок, шлифуй. Ну не, ну почему? Возможно, были лучшие инструменты. Всякое может быть. Многое же могло не сохраниться и так далее. SecondThesus.txt Разные же есть теории там. Смотри, рэнтивипе копейка. Там говорили про задачу, которая потребует больше человеческой жизни, ну. Ну, картофан, не то чтобы люблю, но, как бы, игра к этому подталкивает. Мне кажется, будет уныло, если я сейчас буду сидеть это про себя читать, и вы должны сидеть, читать, да? А вообще не читать, это ну совсем не то, я же прохождение делал. Природные задатки человека, как единственного разумного существа на Земле, направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в роде. Разум, которым наделено существо, это способность расширять за пределы природного инстинкта правила и цели приложения всех его сил. Замыслом его нет границ, но сам разум не действует инстинктивно, а нуждается в воспитании, упражнении и обучении, дабы постепенно подвигаться от одной ступени проницательности к другой. Не буду тебя расстраивать, в смысле, да давай, говори. Не, ну я вот читал, там типа исследования проводили молотые черепа, сделанные из кристаллов, которые на самом деле являются скрещенными тремя, и напряжены так, что их не посверлишь, развалятся. Короче, наверное, антиведорника показывали. Ну не знаю, не знаю. Как бы я-то совсем не эксперт, в этом сложно сказать. Но единственное, что понятно, что мы практически ничего не знаем о том, что там было давно. Ведь даже эта же, ну вот, Александрийская библиотека даже сгорела, а там была куча информации. Мало ли же, может там было все объяснено. Где я остановился? Так, вот почему каждому человеку нужно непомерно долго жить, чтобы научиться наиболее полно использовать свои природные задатки. Или если природа установила лишь краткий срок для его существования, как это и есть на самом деле, то ей нужен, быть может, необозримый ряд поколений, которые последовательно передавали бы друг другу свое просвещение, дабы, наконец, довести задатки в нашем роде до такой степени развития, которая полностью соответствует цели. И этот момент может быть, по крайней мере, в мыслях человека целью его стремлений. Иначе природные задатки следовало бы рассматривать, большей частью, как бесполезные и бесцельные. Именно Кант. Ну, просто к тому, что их нужно было обязательно стиховать вручную, даже сейчас, типа, фига. Ну, знаешь, раньше вообще, как бы, да, там же языческая была религия, так что там могли на такое заморочиться, я думаю. Вполне. Ну, просто, знаешь, вот есть разные профессии у людей, да, чем-то занимаются. Вот была, наверное, профессия вот такая шевальщик. То есть тогда же было часто, что люди просто занимались тупо одним и тем же целой жизнью, да? Ну, в принципе, сейчас-то такое есть, ну, а раньше-то тем более, да? То есть просто ты тупо, вот, каждый день делаешь одно и то же на протяжении всей жизни. Ну, и почему бы не быть шевальщиком такого? Ну, как пирамиды строили до сих пор много теорий. Рычагами устроили. Блин, что-то их много. А, можно... О, можно поставить сверху. И мне, типа, за это ничего не будет? Блин, надо было только кубик взять. Да, 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 да. Ну, это что-то вообще какой-то из-за чего. Хотя, стоп, мне же еще назад вернуться надо, да? Или че? А, стоп, стоп. Вау, так я же не могу даже до сюда допрынить. Блин, кстати, почти, да? Ну, почти не считается. Явно надо... Так, вот это надо ограничить достаточно. Да, я сейчас стою на кубике, но она взрывает, без разницы. Сейчас трудно представить, потому... Просто потому, что сейчас люди не представляют, как можно столько работать с утра до ночи каждый день. Ну, да, да. Ну, да, вот я понял, где-то там... Ну, не помню, то ли читал. Да, по-моему, читал. Ну, это, наверное, еще в школе было. Про... Ну, вот как раз-таки про древний вот этот... Египет было, да? И то, что там... В домах не было ни дверей вообще. Ну, то есть просто были дверные проемы, да? Потому что красить было нечего. Ну, то есть там просто была... Жесткая кровать, без всего и все. То есть там никаких вещей не было, ничего. Ну, там же было тепло, ну, это очень жарко, так что там и одежды толком не было. Так что вообще, то есть тупо... Тупо нечего было красть. Нет, даже не... Даже не у рабов, а просто у обычных людей. Да, ну, в какой-то степени, но все-таки. Понятно, плохая идея. Блин, а как же тогда? Да, оно постоянно дробивает. А, вот это. Все. Понятно. Вроде. Ох ты, можно перепрыгнуть за забор с кубиком? Надо это запомнить. Да нет. Что я сделал? Не так. Ну, короче, мысль, походу, правильная. Так, запомнили. Тут можно вынести кубик. За пределы. Ну, а пока нам нужно выполнить саму эту задачу. Правда, зачем его тут выносить, непонятно. Но он неспроста же, наверное, сделал. Тут две звездочки. Я еще не... А, одну я вроде видел, да, где-то? А вторую пока нет. Так, ну, и походу, я сейчас возьму отсюда кубик этот. Ну, и давайте вынесем кубик, раз уж позволено. Просто хочется же все сделать, то, что запрещено, правильно. Лола, мы можем кубик вообще вынести? Интересно. Не можем. И он исчез, да? Понятно. Ну, ладно, не буду, не пойду сейчас пока за ним, пока я не пойму, зачем он нужен. И, кстати, то, что мы не можем вынести кубик, как бы намекает, что вот это все, ну, как бы, виртуальная реальность. Ну, как бы, это, вроде бы, и так было почти понятно, но это, как бы, еще одно такое подтверждение. Ох, ты ж не помещается. Ну, ладно. Так уж важно. Так, на среде активатор один. Посмотрим, давайте, что тут. Ничего такого, чтобы мы могли пока сделать. Тут тоже пока непонятно, зачем идти. Что там дальше-то? Так, вот. Ага, ключи. Так, а тут... А, мы тут можем пройти, там мы дальше посмотрим, что-то. Хотя, может быть, мы... А, не, мы не можем пройти с одним деактиватором, мимо этих кауком. Так, тут еще одна дверь. А, это уже конечный этот... Вот здесь у нас сам сидел, находится. Стоп, а я тогда не в понятках, что делать. Мы же мимо двух этих бомб не пройдем, по-моему. Ну, да, мы тут не пройдем. А, все, рассинхрон сделать точно, что-то упорю. Ну, думаю, достаточно. Ага, еще один деактиватор здесь. И зачем эта комната? Ну, ладно, я думаю, надо притащить сюда деактиватор. Стоп, 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 стоп. Мне, значит, что лет тут надо туда взять. Да туплю, жесть. Туплю. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь сможем тут открыть. Ага, и третий деактиватор. Ну и всё. И чё, это красная? По-моему, это круто... Эээ, свежком это... Изично это красный. Вроде ж там больше никаких проблем. Всё, три деактиватора. Там я дверь, дверь и пушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой. А, стоп, стоп. Мы же три не вынесем отсюда, да? Точно, мы же три-то не вынесем. Значит, это наут здесь. А. Так, 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 так. Понял, в чём задача. А, ну всё, вроде легко. Вот, ну и теперь. Вот эта дверь. Вот эта дверь. И пушка. А, а, две пушки. Ам. Стоп, 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 стоп. Две пушки. А, ну да. Опять затупил. Развёдочку я тут не увидел. Вроде нет. Так, щас, секундочку. Так. Ну что, пойдём ещё краску соберём. Мы ещё ни одной звёздочки не собрали. И я не помню. Одну вроде мы видели, да, где-то? Но не собрали. Да, одну мы видели, но не собрали. А вторую ещё даже не видели вообще. Где она? Так, вентилятор. Так, это получается вентилятор. Лестница. Ага, с помощью вентилятора, я так понимаю, можно перепрыгнуть. Так, где активатор. А, деактиватор можно поставить на кнопку. А, вот так? Ладно. И тут ещё один деактиватор. А, стоп, стоп, стоп. Какой-то, это не деактиватор, это отражатель. Ну, какая разница. Заменим. Так, ну хорошо, забрали мы кубик. Так, а, кстати, зачем здесь эта красная? Бля, походу, просто запутать, что, бля. Ну, падай-то. Так, ладно, ну допустим... А, стоп, а нам этот вентилятор-то даже больше и не нужен, собственно. А, вот, отражатель. Так, ну пойдёмте с деактиватором. У нас два кубика в наличии. У нас два кубика в наличии. А, походу, я понял. А может и нет. А может и да. Скорее да, чем нет. Это мы деактивируем вот таким способом. Потом мы вот делаем вот так, раз. Вот так, два. Вот так, три. И вот так, четыре. Нет. Не отгадал. Не отгадал. Не отгадал. А, если бы на два кубика повесил. А, всё равно, оно с другой стороны слишком нет. Это не очередь. Давай потом картинку. Нет, ну если она в тему к тому, что сейчас в игре, то давай. А если просто чё-то левое, давай потом скайп скинь просто. Так, что ж нам так предпринять? Ну, давайте попробуем вот таким опытом. А, даже два не хватает, да? Ну, ясно. Значит, прикол не в этом. Как-то по-другому надо. Прикол в чём-то другом. Играет музыка. Ну, давайте попробуем. Мне нужно как-то сюда пронести, что я тупил жесть, что я тупил скажите, удаляй, ой как я затупил жестко. А вот теперь походу как раз таки надо сверху гулять, точняк, точняк, я думаю как-то вот так. Блин, стоп, так не получится, мне не получится просто так соединить их, потому что здесь нужно переключать. Или получится откуда-нибудь с выступа? А, получится. Вот, вот, ну и здесь же вообще. Как можно было на такой легкой карте так долго тупить? Главная героиня метроида. Что, из второго метроида, что ли, черно-белая? Понятно. Ну, это же пазл, так что тут нормально, то, что затуплива нет. Итак, а где мы видели первую звездочку? Вот здесь, да, вроде? Там вроде было что-то такое, вполне реально ее взять, да? Насколько я помню. Что-то я забыл. Нет, или где мы ее видели? Не, не тут, походу. Да, не в этой локации вроде. А в какой? А, не, не в этой. Тут вообще у нас просто, да. Тут мы можем кубик вынести. Забыл, где мы звездочку брали, эээ, смеси видели. А тут только что были? Здесь, что ли? Да нет. Или да? Не, не, не тут. Ну, сейчас пробегу еще эту локацию. Где-то под ручей взяли. Да, тут я помню, что... Да, тут я везде был. Значит, странно. А где же звездочка-то была? Или меня глючит, и я вообще ее тут не видел. Ну, в этой локации. Ладно. Ладно, проехали. Потом будем звездочки все эти искать. Не, ну кубик, вот реально, кубик вот неспроста. Это... Инфа-соточка. То, что кубик можно вытащить. Куда-то можно запрыгнуть, походу. Вон там пальма какая-то растет. Интересно, я смогу на нее добежать? В начале были слова, и слова сотворили мир. Я есть слова. Слова это все. Там где нет слов, нет и мира. Ты не можешь идти дальше. Понятно. Ну, тут даже с кубиком я, по-моему, не пролезу. Ну, как бы мне это не нужно, лол. Я же, ну, и так туда могу зайти. Накрывает? В смысле? О! Нашел. Краску. Вот так Теперь земля гробниц принадлежит тебе И пусть это будет тебе уроком, ибо только вера может победить смерть Ну тут и недостаточно Ну ладно, мы можем открыть следующий этаж башни, можем открыть комплекс Си Собственно Вначале пойдем в башню А потом уже в Си Третий этаж Попытка отслеживания основного объекта Доступ запрещен Запрос Так, дверь А, стоп А что тогда желтое означает? Вот там желтое у меня мигает До двери мне не хватает Что-то я не помню, а что желтое означает Попытка отслеживать что еще могу открыть это дитя мое ты свободно можешь пойти в любой из миров в моем саду но если башня искушает тебя будь благоразумен не позволяй сомнением увести тебя с истинного пути ладно давайте все расклупируем уже осталась последняя земля прежде чем я покорю этот мир самурит версия 13.1 я надеюсь ты считаешь тайные острова always right я тебя ненавижу самурит интересно что там внизу я не знаю кому доверять я боюсь продолжать дедумис 22 или дедаймис пойми как это прочесть очередная плохая копия забытых миров жду не дождусь докверси 55.1 вот этот вот чел прямо снял слова с моего а значит сюда надо да здесь должно быть что-то еще что-то более глубокое тем более невероятно чем то чем я являюсь я должен докопаться до этого разорвать на кусочек этот фальшивый мир лишь бы найти истину найти себя прямо снял слова с моего языка скидроу мы сумели дойти до этого места тебе нужны только самые последние красные чтобы подняться на башню шипверстер 69.1 красный ложь зеленый вот цвет вечной жизни холер зен соу 847.7 ну че опять в терминалку упорываемся делаем хэйвен точка тексте ладно прочитаю ум место сам в себе он может сам из ада сделать рай из рая ад неважно где ведь я-то буду прежним кем должен не слабей того кого гром сделал главным здесь хотя бы мы свободны это место создал бог не для отрады вряд ли нас прогонит надежда будем надежно будем править как по мне достойна власть стремлений и в аду и царство ада лучше райской службы извиняюсь я стихи очень плохо читаю древние легенды предвещали что земной мир по прошествии 6000 лет погибнет объяты пламенем и предвещание это как мне стало известно в аду действительно сбудется ибо херувиму стоящему с пылающим мечом на страже его древо жизни будет велено согласно предвещенному оставить свой пост и когда он выполнит данное его повеление весь этот конечный и грешный мир испепелится в огне переродившись в нечто бесконечное и священное и произойти это может тогда когда человеческая способность к чувственным наслаждениям разовьется сверх всякой меры но прежде из умов людей будет искана на ложное представление о том будто плоть отделена от души и добиться этого я смогу с помощью инфернального метода вытравливания применение коего в аду дает исключительно благотворный и целебный эффект либо поверхностный слой исчезает открывается спрятанная за ним бесконечность ну что ж и что же все таки это желтое означает мигающее вот пророк если придет он скажет а я что-то не могу ты уже многого добился дитя мое преуспев там где многих других ждала неудача ты прошел землю лежащую в руинах и землю смерти теперь перед тобой земля веры знай как ты показал свою веру в меня так и я верю в тебя тор привет да какой я даже до 3 3 не могу открыть ты же видишь сверху написано 3 вон в красном и еще 2 сигила нужно красным палку и г а вот они еще здесь просто возьму все красные уже то есть все сложные и одна звезда а хаос существовал еще до времен в хаосе слова истории теряют свое значение а действия становятся бесцельными знай же что только вера сможет уберечь тебя от угрозы здесь в саду миров когда я устаю от попыток познать смысл своей жизни я прихожу сюда чтобы отдохнуть не знаю почему но здесь спокойно я просто смотрю на деревья воду и ничего не делаю так ну давайте любой оставим который мы еще не писали ну ладно могу отражать этот звук придется почитать кальций он потери фа computer опокриф святого Эдварда эта версия была пожалована Архангелом По Ger страной маме на север и увидел семь черных туч, спускающихся на землю, где каждая туча была чумой, идущей из престола Божьего во времена гигантов. Тогда чуму закопали в бесконечной пропасти, где она останется до конца света, который должен был, безусловно, сейчас наступить. Я пал на колени и молился, и передо мной появилось семь ангелов на колесницах, парящих в небе, а их сияние разбило тучи, которые исчезли из моего вида. Один ангел срогнул на землю, и по его огненному мечу я знал, что это был Уриил. Он проговорил, сказав, семь язв проснулись в земле, но не от руки Элохима. Взгляни на расплату за грехи. Так должен он послать потоп еще раз, чтобы очистить землю от этого зла. Должен ли он покончить со всем, что ползает с птицами в небе и рыбами в воде, покончить с тем, что ты нашел глупости своей? Не знаю, то мне никто не сказал. Видимо, все нормально считают. Так, нормально или слишком сильно убавил? Обеденный перерыв. А, ты что, устроился работать что ли? Или обеденный перерыв где? Или в универе? Тебе норм. Так, срабхай 982 точка жернала. Ну, видимо, от слова журнал. Пользователь Надия Сарабхай. Запись 982. Лицензия приложения такая-то. Теги отсутствуют. Вокруг все тихо и темно. Звезды светят ярче, чем обычно. Я слышу, как где-то наверху течет вода. Внутри Александра записывает одно из своих аудиосообщений, одновременно проводя тесты над сценарным модулем. Аркадий загружает очередную партию данных в архив, что-то бурча о программе ПБМ. А Марс спит на диванчике, который мы вчера притащили. А я сижу здесь и пишу записку, до сих пор не веря в то, что все это когда-нибудь закончится, что наше, на удивление, мирное существование не будет вечным. Я смотрю на Талос и на ИЭЛ, и их предназначение окажется мне чем-то прямиком из будущего, над чем было бы идеально поработать, но что никогда не станет реальным. Интересно, будут ли в симуляции спокойные места, где можно будет отдохнуть, расслабиться и не думать о будущем. Хочется надеяться на это. Каждый заслуживает мгновения покоя. Ага, она сказала в симуляции. То есть, это какая-то симуляция, где мы находимся сейчас. Нет, конечно, не устроился, тут, так сказать, общественно полезную работу выполняю. Ага, бесплатно? Да, какой 5 мегабит тут, Тор, видишь, не тянет, кибергейм. У меня стоит 2800 плюс 256 звук, то есть, там чуть больше трех сумма, да, всего, аудио плюс видео. И, блин, дропы, 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 дропы. 4609 дропов. Хоп.ЕМЛ От кого, кому и тема повреждены? Привет. Надеюсь, ты получишь это письмо, так как интернет время от времени пропадает. Я хочу, чтобы ты знала. Я попробую приехать к тебе. Я знаю, что ты далеко и времени осталось не так уж и много, но я надеюсь, что у меня получится. Я хочу быть с тобой и, честно, в дороге пытаюсь добраться за тебя, чем оставаться здесь, вдали от тебя. А так, я хотя бы буду настолько близко, насколько смогу, не забывай. Но не расстраивайся, может быть, я успею. Я все заранее подсчитал, и весь путь можно преодолеть за определенное время, учитывая, загнусь до того, как... До скорой встречи, люблю тебя. Разве больше 2800 не тянет? Я думал, больше 3800 не тянет. Блин, я думал, 3800 не тянет. Или там 3500, или что-то такое. Короче, кибергейм такой не очень. Вот только задержка его спасает, вот честно. Только задержка. Если бы не задержка, просто бы уже нафиг послал бы кибергейм. Отдача. Ну, в общем-то, я уже его... Я же перестал одно время стримить на кибергейм, когда на гудгейме была еще хорошая задержка. И я тупо перешел на гудгейм. Ну, в смысле, ну, понятно, что я с К2ТВ, да, но... Я имею в виду, плеер, у меня чисто был гудгейм и рестрим на твиче, все. И все было хорошо. Но потом... Прощай, задержка... Маленькая. Пришлось опять кибергейм врубать, к сожалению. Ну, потому что Тора и РТМП технологию они до сих пор используют устаревшие. И как бы, если они тоже перейдут на HLS, то, вероятно, такие же будут проблемы, как у гудгейма. То есть, сама технология HLS, она не подразумевает задержку, да, но просто, вероятно, тяжело отстроить или нагрузка больше. Не знаю точно, с чем это связано. Но факт в том, что... Вот гудгейм перешел на HLS, и почему-то... Ну, вот они, в начале же вообще была огромная задержка, да, там, чуть ли не минуту. Но сейчас уже, ну, такая, более нормальная стала. Ну, там где-то бывает даже меньше 20 секунд. Может быть, они доделают так, что она будет там меньше 10 секунд, а тогда уже можно будет опять перейти на гудгейм. Ну, то есть, они же понимают, что это проблема, не как твичу. Твичу все равно, да, а гудгейм понимает, что это проблема, они что-то стараются с этим сделать. Но, видимо, это не так уж и просто. Это какая эпоха? Вот, это уже какие-то эти, средние века, да? По архитектуре, мне кажется. Ну, может, чуть раньше. Ну, скорее всего, до тысячного года. То есть, первое тысячелетие нашей эры. Ну, да, на твиче там искусственная задержка, а на гудгейме естественная задержка. Ай, что-то я понял. Ладно, а что если красную включить? А, ну, собственно, я это уже делал. Я тут-то не смогу красную включить. А, ну и не надо, зачем, если это всего лишь кубик. Музыка такая приятная тут. Да, ню-ть, а что? Ну, кубы что? Он же через этот забор не прострелит, если поставить на куб. Айфи на 2 куба А, нет, стоп, надо же именно вот здесь Стоп, я что не могу на 2 куба поставить? Да ну, это тупо, ну, что мешает просто поставить наверх Ну ладно, видимо, значит нельзя, то есть не предназначено А, подожди, стоп, а что я делаю-то? Блин Не так же Все равно даже со ступеньки нельзя Я думал, типа, вот со ступеньки я смогу поставить А если 1 куб поставить на ступеньку? Да не, все равно Все равно Все равно Два луча красных и что? В смысле два луча красных Стоп, а что отключает тот вентилятор? Давай попробуем вот этот отключить красный А, нет, вентилятор не отключается А если через этот заборчик пустить красный? Нет Не вариант Фух Нет Двумя способами Вот же второй способ Раз Раз Два Ну то есть и вот Ну, в смысле, ну я тебе говорю вообще Вот два способа Вот этот раз И вот этот два Два способа войти в эту комнату С этой стороны Ну это как бы вот с другой стороны уже Третий Способ Но синее включать нужно явно вот отсюда, да? То есть, ну потому что по-другому просто мне не хватит этих Но мне нужно как бы не только синее включить, а мне нужно вот эту штуку отключить Явно чего-то не хватает Вроде Ну не знаю Ну вообще мысль интересная Тар Ну нет, похоже это просто сиренево поле внутри этого испытания Инагата должен найти в себе смелость разрушить барьеры Топором Пророк Нет другого входа Ну просто это видимо часть испытания, что нельзя протаскивать Объекты Или это просто потому что это как бы выход, чтобы обратно выйти Вместо опускающегося забора Какая отличная Сынная Какая отличная Победа Ну-ка Может как-то перепрыгнуть это получится Не фиг знает Не, явно не то Убрать вот этот барьер? Ну и че? Могу отправить кубик туда, но мне сейчас-то ничего не даст Могу отправить этот кубик туда? Ну вот он перелетит туда, упадет он туда куда-то И что, да, как бы мне придется сбрасывать весь уровень, скорее всего В смысле? Что не достану? Ты имеешь ввиду, типа через кубик прыгнуть? Не Да У тебя лампа, которая дверь держит Зайди в комнату, где вентилятор Аааа, и что? А я не могу так сделать вообще-то, ты че? А как я это сделаю, по-твоему? Как я зайду туда с этой, с активатором? Но даже если смог бы, ну и что, ну Ааа, деактивировал бы я ее отсюда Какая разница, отсюда или отсюда? Эта-то все равно была бы закрыта? Какое дело он говорит? Что он говорит? Я не понимаю тогда Что вы предлагаете здесь делать? Отключить сейчас вот это поле? И что? Как я могу деактиватор поставить с той стороны? Предложите мне хоть один способ Как мне деактиватор поставить с той стороны? Если я это смогу сделать, я пройду Даже без каких-либо Как я зайду с деактиватором туда? Вот, я с деактиватором И как мне зайти внутрь? Нет, не думаю, что его можно через окно взять А, так А, еще раз Как я зайду туда без деактиватора, чтобы взять его через окно? А, ну в смысле, ну типа могу вот так, да? Ну это чушь Нет, нельзя вот через окно Нет, и... Да нельзя Это, ну это чит был Так нельзя Так нельзя Ну давайте все-таки кубик отправим туда, мне просто интересно что будет Если что, я еще раз перезапущу и сделаю Перебросили кубик Куб доставлен, кутолк не найден Так, заново Я тут видишь терминал для записи, тут нет терминала для записи Так, забыл, что мне нужно вначале сделать, а вначале нужно кубик взять Перепрыгнуть Деактивировать, взять кубик, поставить кубик сюда Взять деактиватор Деактивировать это Теперь деактивировать это Кубик Теперь вот это Ну и собственно все Вернулись к тому что было Ну блин, как же, как же придумать то? Не, ну вообще, как бы вряд ли тут нужно все-таки там каким-то образом пытаться кубик на кубик поставить, да? Потому что, ну А еще ни разу не было, чтобы именно через синий барьер нужно было просто, ну, как бы прострелить То есть через обычные стены, да, а вот через синие обычно такого не бывает здесь Но к тому же все равно это не выдаётся сделать и так Ну и так Не знаю, может два кубика туда запустить Да чего же вот это все-таки сделано? Странно, блин Может мы вентилятор можем там деактивировать? Хотя вряд ли, вроде же мы этого не можем, да? Блин, деактиватор с другой стороны Хотя там все равно фиолетовое поле, даже если мы этот вентилятор снимем, нам это, по-моему, ничего не даст Если ответ не приходит к тебе, не отчаивайся, миров в моем саду немало А, лол Лол Че за М-да, перебросить кубик, короче, и все М-да 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 О том, каково это было, жить на руинах великой цивилизации, знать, сколь многое было утрачено. Но затем я напоминаю себе, что пока Запад погружался во тьму, остальные собирали разрушенное по кусочкам. Ведь цивилизация выжила, потому что великие идеи философии и науки не принадлежат только одной культуре или народу. Они принадлежат всем нам, и когда-нибудь они станут твоими. Неоднократный подъем. Эм, и что я могу сделать? Не понял, у меня нет никаких инструментов. Или есть? Нету. Что-то странно. У меня нет ничего. Ну вот это только могу взять, ну и что? Нету же механизму работать. Что за прикол? У меня ничего нет. Или я чего-то не вижу. А-а-а, фу, жесть. Так, теперь у меня есть два кубика, отражатель. Вентилятор рабочий. Неудачный. Невысоко. А-а-а. Ну типа можно... А смысл, правда, я не очень понимаю. Ну да ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Чтоб я не очень понимаю. А-а-а, то есть не хватает высоты, да? А, я думаю, почему она прекращает-то? Ну тогда да, вообще в этом смысла нету никакого. Ну то есть в смысле, то есть достаточно вот этой одной штуки и все. А зачем тогда вообще этот вентилятор нужен? Ладно, откроем пока что-нибудь другое. Мы же можем вот это открыть? Третий кубик. А-а, понял. Зачем это нужно? Я так понимаю, вот чтобы вот это перестрелить. А-а-а, нельзя поставить на двойной. Не, можно. Если кубик использовать-то можно. Блин, забыл. Вот. Должно сработать. Нет. Надо три кубика. Странно. Но если я Третий кубик туда подставлю, то Во-первых, как я туда поставлю эту штуку наверх? А во-вторых, кто тогда будет держать кнопку? А-а-а, если там будет три кубика, то на возможность этот забор не будет помехой. Но опять же, а как я поставлю на три кубика? А-а-а, так даже с двумя кубиками он уже не помеха. Ну и все тогда. А-а-а-а. Продолжение следует... Так много красоты кроется в скрытых уголках этого мира Даже если у них нет никакого предназначения Собака версия 17.1 Возможно потому они красивы, что у них нет никакого предназначения The Shepard Без версии кстати Почему это? Интересно это баг или фичер, что у него нет версии Эпитафия Здесь прекращена работа Chilled Program версия 22.2 Codename of a Kennet Такого даже не встречали Логика Позиционные значения дочерней программы вышли за рамки параметров известного мира Окончательный дом памяти Они слушают, что они говорят, что этот мир умирает и он заберет нас с собой Должен найти выход от дочерней программы А, вон та, которую мы уже встречали Нечитаемая Должен быть какой-то способ сбежать Быть кем-то другим Я отказываюсь признавать, что реальность установил кто-то другой Я заслуживаю свою собственную реальность Нечитаемый ник Нечитаемый ник 0066 Так, сюда нужно как-то протащить синюю Отсюда открывается прекрасный вид Он кажется чужим в процессе, однако меня так и тянет сюда Так, ну я так думаю, что вот этот вот синий Он Вот из этой комнаты, наверное, как-то открывается О! Стой, 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 как это взять? А, ну, понятно, вроде Более или менее Вот отсюда как-то зимний сад Так, ну вначале саму вот эту выполнить карту Ну, сам вот эту вот комнату Посмотрим, что у нас тут есть Вот, какой-то из этих окон Вроде Во, вот это окно для звездочки И вон как раз синий этот Ну да Но только Непонятно Нам нужно как-то один отражатель вынести за пределы Вот если бы кубик был бы То вот здесь возможно перепрыгнуть Можно было бы Так, куча отражателей Синий открылся А, ну там синий и нужна Как раз А, ну красную я думаю Можно открыть Вот так Напрямую Стой Да Ну и все Так Да А, надо было Вначале установить Я понял Вначале нужно было синюю Там установить А, надо чтобы еще не пересекались А, так а что Вот тут же можно напрямую Так что Синюю поставлю Здесь Вот эту красную Можно вот здесь И вот так Не, ну это легкая Только легкая И мы можем открыть Третий этаж Башни Но Нам синий Еще понадобится Не знаю Не знаю Как вынести Видимо не отсюда Отражатели Выносятся Но Как-то Надо будет Откуда-то Вынести И из этого Окна Забрать Привет Плюшечка Привет Брим Так Значит Где-то Здесь Наверное Отражатели Можно вынести Лабиринт Как там Брим Твое Боши Что-то Там Я забыл Ты пружинки Да вроде Прохожешь Или что Что-то Я забыл Да вроде Пржинки Прохожешь Не прошел Всю игру Конечно Не прошел Вот только Этот комплекс С То есть Третий Ну их всего Вроде Три Но по крайней Мере Сейчас Я вижу Три Ой Бомба Ездит Тут Ой Еще Одна Зато Я ключи Нашел Ой Сколько бомб Тут А зачем Мне эту дверь Открывать Не понял Зачем Мне эту дверь Открывать Мне ее Не надо Открывать Ну в смысле То есть Ну я там Все взял То что Мне нужно Было Я там Взял Ключи И все И что Зачем Мне эту дверь Открывать Но мне Нужно Каким то Образом Две Турели Деактивировать А чем Я деактивирую Две Турели Тут Всего Один Деактиватор Или Мне какую-то Бомбу Надо Вывести Отсюда Ну ладно Раз ключи Есть А дверь Только одна Но давайте Откроем Хорошо А тут А тут Что А тут Еще Что-то Есть Еще Один Деактиватор О А как Как Мне его Достать Лол А как Мне его Достать Что-то Вообще Нереально Не Ну серьезно Как Как я с одним Активатором Две Двери Пройду В смысле Активатором Какая-то Хитрость Тут Ну я же Не могу Как-то Через это Окно Перепрыгнуть Думаю Что Нет Деактивировать По-другому Эту Дверь Я Тоже Не могу То Есть Это Нет Никаких Изучателей Ничего Ну Что Типа Замков В смысле Продолжение Чего-то У Лайф Стрэндж Там Есть Еще Другие Эпизоды Что Или Про Другое Ладно Давайте А Стоп Блин Тут Еще Есть Что-то Тогда Понятно Зачем И двери Надо было Открывать Но Что-то Я Затупил Опять Конкретно Тут Вроде Бомбы Летают Да Ух Ага Ну Собственно Проблема Решена Ну Все Легкий Уровень Ну Это Тупо Легкий А Зачем Что-то Неподозрительное Нет Ну Ладно Неподозрительное А Я думал Ты Прошел Ту Ту Игра Ну Все Турели Деактивированы Просто Просто Я Аж Тогда Ту Стрим Не Смотрел Особо Так Только Начало Так Так Но Тем Тем Менее Это Не Та Комната Где Нужно Мне Забрать Отражатель А Так Я Тут Уже Все Прошел Значит Мне Нужно Еще Раз Пройтись Посмотреть Где Я Могу Забрать Здесь Не Думаю Нет А Как То Есть Ветром Ее Не Выкинет За Пределы Потому Что Он Слишком Слабый Эти А Это Что Так Не Ну Это Не То И Этот Ветер Он Только Вбок Ее Выкинет И Ну Как И Ничто Это Не Да Даст Вот Там Что То Может Быть По Крайней Мере Выглядит Довольно Подозрительно Или Нет Сейчас Второй Кубик Сюда Тора Притащу Блин Я Не Притащу Сюда Второй Кубик Это Надо Сбрасывать Комнату Ну Ладно В принципе А Не Не Если Я Сброшу То Это Мне Придется Опять Там Ити Синю Ставить Одну Как Если Б Я На 100 Прилот Цент Был Уверен Что Это Нужно То Это Одно А Так Так Непонятно Пока Ну Просто Показало Что Могут Запрыгнуть Но Потом Сейчас Увидел Что Там Яма Какая То Наверное Все Так Нет Так А В той Стоп Какие У нас У нас Еще Были А В той Дальнем Мы Там Не Могли Как Вынести Магли А Не Вариант По Мною Так И Есть Да Тут Вообще Не Преступная Абсолютно Даже если я встану сюда Запрыгну туда. Поставлю кубик например сюда. Могу еще один поставить, но по-моему уже смысла нету. Ну просто чтобы убедиться, что это точно не то. А то мало ли, может это и по крышам там чем бы такое. Ой. Ну, видимо нет. Или... Или да. А не, я теперь забрать то не могу кубик. Ха, лол, тут можно было читерно собрать этот сигил что ли получается. То есть я мог бы вот тут спрыгнуть и... Взять. Стоп, а я не могу еще один забрать? Кубик. Нет. Еще один никак. А, хотя... 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 Хотя могу. Но это даже мне ничего не дает. Не, даже если тут... Не, я во-первых тут не смогу... Запрыгнуть. Но даже если... Смогу туда запрыгнуть. То... Там тоже ничего такого не предвещает. Сосинскрит. Ну... Типа того. Ну, короче нет. Похоже... Какая-то начальная маленькая надежда была, что это да, что-то такое похоже. Но... Нет. Это какая-то ерунда. Так, еще раз сходим к той штуке. Ну, к звездочке. А может тут... Ого. Вот. А как мне отключить? Ого. 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 Еще минуту. Ого. 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 не не все тут так как нам это взять в общем я вот если я это возьму то звёдочка наша но отключить варианты либо деактивировать либо отключить отключатор я что-то не вижу значит похоже надо деактиватор вытащить что ну обычно если можно отключить то от неё явно провод такой идет по нему можно проследить значит эту нельзя отключить значит вариант только деактиватор так деактиватор здесь ну да здесь вообще-то был ааа точно ну все только придется опять пройти тут с синей этой штукой локация так где он о это что ааа ну это кстати уже читали только в другом месте вроде все вот так нормально осталось только вот это пройти и все вот что-то эти звуки такие начинаются когда я пробегаю непонятно что-то не попал так ну две мне вроде хват хватит да ну да две явно хватит а тут даже три есть но еще проще стоп а где я не туда поставил что я не туда поставил ну ладно нам главное вот сюда вывести собственно жалко бегать далеко довольно да дропов огромное количество ну значит я вперед буду ставить битрейт чтобы в сумме был две восемьсот там даже там быть такое не больше чем две восемьсот а вот же он ну а вот же он ну а ядрить не получается блин походу надо было просто ставить краешку опять побежали хорошо хорошо хоть быстрый бег додумались поставить ну вообще сделать в игре а то вот так бы шли ну все правее уже никак должно сработать не знаю или тут ближе нет кому где ближе может быть тут все таки ближе не не было еще одного окна но только маленькие окна но не высоко блин блин похоже не достает все равно да что за жесть ну где еще одно окно это маленькие окна но по моему никак через них не сделать вот а реально есть еще одно окно точно точно да блин я тупой все так тогда нам там надо будет три использовать походу И где пророк? Ну где? Я не понимаю, что такое желтое, он там моргает Где мне это открыть? Не, ну конечно я могу побегать, поискать Ну блин, это как бы, я думаю, не является частью загадки Я просто что-то не пойму Так, а где то окно? Аа Ну да, то фигня Я, короче, понял Нет Ну в смысле, ну, блин Ну, блин, блин Все Ура Есть Осталось только прийти и забрать То, что по праву принадлежит нам Семь звездочек Ну все, можно уматываться отсюда Мы тут собрали абсолютно все Даже краской покрасили А потом откроют Мы сможем открыть двери Специальные Которые залочены Именно этими звездочками Все, все собраны Все Все собрано А, читать, читать То, что лучше для меня Да, именно такое Я сделаю только то Что будет лучше для меня В рамках морали А, так все-таки У тебя Бывают Такие-то Угрызения Совести Тогда скажи мне Это чувство долга Которое у тебя присутствует Оно применимо Применимо только К реальному миру Или так же Действует И здесь Ну то есть Грубо говоря Если бы сейчас Какой-то здесь Появился бы Виртуальный человек Тоже, да Такой Ненастоящий В этом виртуальном мире То есть Типа Мог бы там Не знаю Убить Или что-нибудь такое Да Вот в этом Видим вопрос Если бы это было Лучше для меня А он Виртуальный Но с другой стороны Если он ИИ То Именно Искусственный интеллект А не вот Типа Как эти бомбочки Катающиеся Нет Тогда универсально А Какой великодушный Диктатор Из тебя бы Получился И конечно Диктатору Просто необходимо Ввести Единый моральный Кодекс Со всей вселенной Так что Так что Какую волшебную Формулу Ты выберешь И позволь Предупредить Что в этот раз Ты должен выбрать Что-то одно Чем больше У каждого Равных ролей Тем лучше Чем больше Добра в мире Тем лучше Последствия Не имеют значения Значения Имеют причины Я не могу Объяснить Во что я верю Мм Чем больше У каждого Равных Долей Тем лучше Это коммунизм Что-ли Или что Блин Если честно Я не один ответ Мне не особо Нравится Какая-то Странная Немного Отвлеченная Ну Единственное Что я могу сказать Что это Последствия Не имеют значения И значения Имеют причины Это я не Выбираю Точно Я не могу Объяснить Во что я верю Но это Какой-то Тупой ответ Так что Я из Из верхних Выбираю Только Ну Как бы Ну Чем больше Добра в мире Тем лучше Какое-то Такое Не знаю Банальное Наверное Слишком Ну То есть Так что Ну Возможно Первое Хотя Тоже Какое-то Странное Говорю Все странные Но Мне кажется Самое Более Приемлемое Из всех Этих Это Наверное Первое Такое Чтобы Не тупое Там Да Не банальное Ну Как бы Но Более-менее Короче Третье Это Вот это Не Ну Я же Скал Ну Это Тупо Потому Что Ну Короче Не знаю Третье Мне Именно По убеждению Не Очень Подходит Короче Пусть Будет Равных Долей Вот Это Более-менее Вписывается В принципе Демократии Короче Старая Добрая Уравниловка Не так ли Может Расскажешь Мне Что это За добро Такое Одинаковое Часть Которого Должна Быть У каждого Счастье Свобода И права Богатство Важнейшие Товары Такие Как Еда Лекарства Все Выше Сказано Я не в состоянии Решить Эти Проблемы Так Ну Счастье Это означает Что Как бы Скажем То есть Знаете Вот Ну Такой Примерчик Допустим Там Было Крепостное Право На Руси И Думаю Что Многие Крепостные Они были Счастливы То есть Не все же Были дворяне Там Злые И так Далее То есть Вполне Даже Вот эти По сути Слуги Они Многие Думаю Все равно Жили Счастливо Вполне И все Устраивало Они Жили В доме Ну То есть Да В принципе Нормально Но Как То есть Если Примерно Все будут Одинаково Счастливы При этом Находясь В не равном Положении То это Ну Возможно Немного Не то Что Хотелось Ну С моей Точки Зрения Свобода И права Ну В принципе Конечно Если Это Как Идеал Рассматриваю То есть Ну Как Было С Идеальной Точки Зрения То Да Наверное Это Хорошо Ну Богатства Нет Точно Нет Важнейшие Товары Такие Как И Лекарства Ну Это Хороший Вариант То есть Примерно В равной Степени Все должно Быть Еды Лекарства Да Ну Это Как Бы Хорошо Все Выше Сказанное Точно Нет И Это Нет Значит Либо Свобода И Права Либо Еда Лекарства Ну Еда Лекарства Важней Чем Права То есть Лучше Быть Без Прав Но Хотя Быть Здоровым Да Чем Со Свободой Хотя Если Есть Свобода И Права То Иди Сам Добейся Чтобы У тебя Были Еда Лекарства Да Вот Это Мне Нравится Что Иди Добейся Со Свободой И Правами Да Короче Свобода И Права Да Я Полагаю Что Они Довольно Важны Но Все Ж Эта Идея Одинаковых Прав Совершенно Непопулярна Это Действительно Предполагаю Что Человек Вроде Гитлера Должен Иметь Такие Ж Права Как Ганди Блин Кто Такой Ганди Ой Лол Я Пошел Загугли А Махат Маганди Что Это Основатель Индии Да Вот Не знаю Блин Вот Все Не знаю Можете Краба Ставить Философия Ненасилия А Типа Революционер Индию от Великобритании Отсоединил Да Ну У меня С историей Да Проблемы Бывают Ничего Не поделаешь Хотя Последнее Время Стараюсь Пробелы Заполнять Но Ну Вообще Да То есть Тут так Вопрос Поставлен У Гитлера И Ганди Изначально Одинаковые Права А Я понял Оба Ну Смотри Не Ну Как бы Тут Блин Разная Штука То есть Если Это Революционер Какой-то Да Он Нарушает Да Законы Вот Эти Вот Да Ну Как бы Любой Революционер Нарушает Законы Да Неважно Ради Чего Да Там И Хорошо Это Или Неплохо Но Он Нарушает Их А Гитлер Вообще Как бы Военный Преступник Да Ну Мягко Говоря То есть Как бы Они Разные Законы Нарушили Он Более Жестки Нарушил Закон Правда Я не знаю Как именно Ганди Действовал Может быть Там Много Погибло Людей Ну Как бы Я не знаю Этого Да У меня Гру Пробел В этом Но Мне Кажется Что Изначально Такие Же Правда Именно Так Просто Они Разные Законы Нарушили И Разные Наказания За это Естественно Так что Да Тогда Получается Немного Странно Потому Что Даже На Первый Взгляд Гитлер Весьма Отличается От Ганди По Сути Если Все Заслуживают Равных Прав То Разве Не Значит Это Что Все В чем То Равны Нельзя Всю Жизнь Думать О Вероятности Мы Все В равной Степени Люди Мы Все В равной Степени Личности Мы Все В равной Степени Рациональны Мы Все В равной Степени Разумны Мы Все В равной Степени Способны Чувствовать Мы Все В равной Степени Вносим Вклад Жизнь Мы Ни В чем Не равны Кроме Нашего Морального Статуса Так Меродом Исключения Мы Все В равной Степени Разумны Но Это Удаляй Есть полно придурков, которые вообще не думают головой Мы все в равной степени личности К сожалению, нет Есть люди, которые моральные уроды Личностью их очень сложно назвать Мы все в равной степени вносим вклад в жизнь Тоже нет Есть абсолютные пиздельники Есть люди-работяги и прочие изобретатели Это совершенно не так Так что неравная степень Мы не в чем не равны, кроме нашего морального статуса Опять же, нет, а что кто сказал, что должны быть Хотя должны быть, и по факту это разные вещи Ну, короче, думаю, нет В равной степени способны чувствовать Есть бесчувственные люди Есть очень чувствительные Но с другой стороны, в целом, чувства у всех есть Даже у самых таких холодных все равно есть чувства В равной степени рациональных вообще нет Вообще нет Есть такие нерациональные, что пипец В равной степени люди Ну, вот это, в принципе, самое такое логичное Да, формально, да Мы все в равной степени люди Ну, думаю, это опять же самый такой ответ, который подходит Из всех, которые представлены И мы вернулись к видовой дискриминации Ты откроешь новый вид разумных ящериц Но они что, не получат благо, потому что устроены по-другому? О, блин, ну почему? Ну, они есть или нет, эти разумные ящерицы? Да, 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 врил А если эти есть ящерицы, то другое Но я думаю, тут люди, это было абстрактное слово Ну, потому что у нас из разумных на планете только люди Ну, как бы, ну ладно, если роботы изобрели разумные Ну, другой вопрос Ну, как бы, там не было такого варианта Ну, тут немножко тупо, мне кажется, опросник составленный Варианты ответа Нет, мы равны по-другому тогда Ну, тогда давайте в равной степени способны чувствовать Ну, хотя, блин Или все-таки про моральный статус Нет, это вообще какой-то непонятный Я не знаю, не понимаю, что такое моральный статус Ну, не совсем Ну, ладно, давайте прочувствовать, наверное Ты ведь даже не пытаешься включить мозги? То есть, бедняга, который удалялся головой Повредил болевые рецепторы Не получит ничего Потому что он гораздо хуже все чувствует Ну, тут вот он прав Я про это и сразу и сказал То, что не все один, ну, как бы А, не, я это говорил про другое, да? Это я говорил про другое Ну, короче, суть та же Ну, ладно Я думаю, выбор, значит, разумный Но только тут немножко другое толкование Что разумный в плане, что, ну, как бы Все равно же Ну, человек разумный Даже если он полный дебил Но он же все равно, как бы, разумный Ну, то есть, он, как бы, осознает себя, да? Вот это, с точки зрения с этой Ну, то есть, как бы Думаю, так, наверное, тогда Ага, тогда я полагаю Те люди, которые неразумны Или даже совершенно безумны Не получат бак Потому... Да ты задолбал Все-таки, то есть, именно То, что я первый смысл сказал Именно это имелось в виду А у даунов меньше прав Тут я не спорю Ну, потому что они ниндейспособны Так что тут, как бы, да Ну, именно даун Именно то, что медицинский даун Где лишние хромосомы Но остальные варианты, блин Ну, давайте, да Все, ответим точно И пусть идет нафиг Здорово, конечно Провозглашать равенство Как пророк какой-нибудь И совсем другое дело Объяснить, почему это важно Знаешь, есть много разных Отвернутых теорий Менее глупых Чем те, которые ты продолжаешь Пережевывать Пожалуй, я дам тебе Немного простора для обдумывания Ааа, ну давай возобновить О, если реальный мир Оказывается таким, как ты себе представлял Сделай одолжение Оставь меня здесь Возобновление сенцира В библиотеке Ну, блин Какая разница от рождения Или он повредил рассудок На теме Украины Ну, короче Блин, не знаю Какой-то, блин, собеседник Ну, просто варианты ответов странные Значит, я тупой Ну, именно персонаж тупой За которого я играю Ладно, пойдемте Третий этаж Обдокируем Раз, чтобы не моргало там Ну, блин, надо было все-таки Перебрать все ответы, да Посмотреть, что Какой же он все-таки Ответит там Что правильный Ну, ладно Не важно Так А где башня-то? С чем? Странно, интересно Как открыть пятые, шестые этажи Потому что Ну, третий мы сейчас откроем Я так понимаю На четвертый мы соберем Еще там В этом комплекс сиси А пятые, шестые Где собирать В этих островках, что ли? Ну, в смысле В этих Где звездочки, что ли? Так Так Большое поле Хм Не, как-то не так. Заново. Может зря я их так квадратиком собрал. Так, ну это явно вот так, мне кажется, должно быть. По-моему, что не явно. Не могу тетрис собрать. Мда. Не могу тетрис собрать. Ничего себе. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот это так, наверное, должно ставиться. А потом вот так как-то, да? Вот так. Вот так. А, вот, всё. А это что такое? Иногда я смотрю на себя в зеркало и... И будто вижу в нём какое-то чужое существо. Я думаю, кто я? Почему у меня такие глаза и такие руки? Почему я вижу те цвета, которые я вижу? Почему я думаю так, как думаю? Я была создана. Каждая частичка моего тела, каждая нить моей ДНК – это часть истории длиной в миллиарды лет. Я существую лишь благодаря выбору и жертвам других. Их было так много, но я не знаю, кто они. И как повлияет мой выбор на тех, кто будет после меня. Может быть, это и значит быть человеком. Каждый вид является частью истории. Но только мы знаем это. Так, вот это устройство для записи зачем состоит. Так, вот это устройство для записи зачем состоит. Ммм, ничего. А, ну понятно. Что-то легкое совсем. Совсем-совсем. Если все это окажется лишь проверкой, то я жду шансы для расплаты там наверху. Впрочем, чем выше я поднимаюсь, тем больше я сомневаюсь в своих решениях. Шипперсер 55.1 Теперь я понимаю, что никто из нас еще не готов. Цикл существует, чтобы мы могли усовершенствовать себя. Но те, кто забирается наверх, не руководят нами. Ибо они достигают вершины стой на наших плечах. The Shepard 82.6 Я думал вот это опустится штука. А, наверно она опустится, когда я что-то прочитаю, да? Точнее использую. Так. Пароль, я так понимаю. Сирис пасу. Ха. И там в башне ты услышишь шелест ветра в камышовых зарослях Ассириса и возрадуешься. Но будь осторожна, битвое путешествие еще не заканчивается. Спасибо, что установили realistic elevator 1.8. В число новых функций входит защищенный паролем замок и автоматическое генерирование вспомогательной лестницы. А книжник Ассирис написал на священном пергаменте, который называется iniflur4password926 Только так ты сможешь попасть в благословление поля Иару. Так, 926 значит. Отлично. 926, вот. Отлично. Опять Афина 14. Глава 14. Наказание Гефеста. Если ты говоришь правду, ему отец Гефест убит, тогда кто я? Я был сделан по образу и подобию, и образа этого уже нет. Должен я как отражение в зеркале исчезнуть, когда человек уйдет? Или теперь я сам стал Гефестом, настоящим его заменой, как будто кто-то купил новую сандалию взамен старой у того же башмачника? Роман «Возрождение Афина». Его наследие. Контрэрис точка дат. О, почти все повереждено. Без противоположности не может быть движения вперед, симпатия, антипатия, разум и страсть, любовь и ненависть, все они необходимы для существования человека. Из этих противоположности, собственно, и строятся те понятия, которые священнослужители называют добром и злом. Добро красиво и подчиняется разуму. Это зло активно и порождается страстями, и повереждено дальше. Ладно, понятно, все, открыли. Открыли лифт. Смысли, этаж четвертый. Разблокировали. Ну, понятно, что нам там сейчас пока делать нечего, но однако посмотрим. Хотя бы сколько там надо и чего. Да, могу сейчас, подожди. Ага, здесь надо кучу красных пища. Не ясненько. Могуща, третий этаж. Кстати, я не могу деактиватор вынести, да, отсюда? Ладно, давай фауну, что-то тебе покажу. Показываю. Показываю. Все? Ну, я думаю, ты там заскринил, если хотел. А у нас запись вырубается, если мы выходим отсюда, да? Понятненько. Ну, значит, наверно, никак не вынести деактиватор отсюда. Ну, ладно. Офигеть. И где же это все-таки желтый вот мигает? Вот. Нарисован человек, который что-то держит. Я думал вначале, что это лифт, потом не забыл, что лифт это вон, красным показывается. А что вот это такое? Несколько желтых. Где это может быть? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Не забыл. Мよрифт. Там, конечно, conveyor, да? Кстати, а какие тут устройства-то можно активировать новое? А, вот это оно и есть, все, понятно Так, не, как-то не так И не так А, вот это оно и есть Блин, что-то не могу понять опять Вроде же маленькая такая Нет 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 Так Как-то, блин Hold Infinity in the palm of your hand Это, походу, из того же текста, да, просто? О, все, нашел Какая-то штука непонятная Ты далеко зашел на своем пути и многое узнал Ты служил нашему делу истинной верой Поэтому я нарекаю тебя благоверным и возлюбленным Возьми инструменты, наполненные силой моей Чтобы исполнить свое предназначение и достичь бессмертия Вот эта дверь меня интересует Топор Топор Ну вы поняли Топор Идем в комплекс A Идем в комплекс A Идем в комплекс A Идем в комплекс A И сейчас откроем новый путь Интересно, что же там будет Ништяк Те, кто открыл самые заветные тайны моего сада Могут прийти и стать моими благоверными посланниками Сейчас ты войдешь в их обитель Почитай их Ибо служение их рождается из любви, что сильнее смерти Этой любовью окружен и ты Ооо, высоко Высоко Ох, кто ж Синие нужны Или что А, стоп Они Они есть Ооо, высоко Этой любовь Ооо, высоко Ооо, высоко Не так. Тут можно кстати долго провозиться довольно. Тут же не одна комбинация, чтобы все собрать, мне кажется, разные могут быть варианты. Нет. 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 Явно нет. Заново. Ну эти будут две пауки, они по-любому должны быть как-то рядом, мне кажется. Вот как-то так, ну как бы это само собой напрашивается. Нет, тут не может быть такого квадрата. Ну это вообще какая-то чушь. Вот так, вот так. А может быть они должны быть просто вот так Тоже вариант Не, ну тогда как заполнять Вот такие пробелы, непонятно Может быть вот это так должно быть Не, вот такие квадраты Это сразу неправильно Потому что такие квадраты я не могу заполнить Ничем, кроме вот таких Г-образных Либо сам квадрат Как-то Ну нет Ну это нет Люблю такие задачки на самом деле Это прикольно А, еще мне кажется на них рисунок неспроста Да, на Ниссиан? Или просто так Ну а что типа вот это вот Явно дальше будет от этого по свету Или нет Или это чёшь Ну как-то не так Явно как-то не так Видимо это чё, всё-таки Либо я просто неправильно выстроил Ну вообще мне кажется Что правильно, что они вот так идут по краю То есть возможно как-то вот так должно быть расположение Изначально Кубик не знаю где Пока Вот эти затычки должны быть как-то всё синхронно расположены А, не, чушь тут получается опять Или не чушь А, кто ж Хм Нет, тут с кубиком явно не получится Только если вот так Не, явно с кубиком тут никак не получается Вот с этими фигурами Так же тут как-то по-другому Может как-то вот это Нет, как-то не это Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому но вот эти вот кочерги они должны быть явно в разных местах по моему ну то есть вообще в разных этих придумал давайте так по такому принципу попробуем то есть одна вот это в верхней части но грубо говоря попала пополам делим до другая в нижней одна палка в нижней части другая в верхней части может быть даже вот так вот так одна Т здесь другая Т здесь одна Г здесь другая ну блин не совсем так у нас не синхронно просто количество фигур в смысле вид вид их вид вот это как внизу расположилась мне нравится по моему это хорошее положение главное что кубика нету блин такое ощущение что тут почти крутая и крутая и и это Ну что-то явно все равно не так Не, я хочу это пройти сейчас Не важно сколько это времени займет Хоть до конца стрима Чем еще кубик можно закрыть? Вот есть кубик Как его можно Облепить со всех сторон Ну и тут Ну допустим Да Не, вот эти три уже не в тему внизу Ну можно например вот так Тут и косяк уже да Нет, плохая по-моему комбинация Здесь и так Тоже плохая комбинация Ну это совсем печерка Ладно Будем опять исходить из принципа Что Цвета Но по цветам Так, сейчас Ну допустим Самые Допустим Допустим Самые затертые У нас будут Сверху справа А самые Не затертые Это вот это Наверное Да Снизу слева Где хотя Они все затертые Наверное Наверное Кубик Самый Незатертый Вообще Что если Кубик В углу Как-то это неправильно Так Может Не Уже Тупик Хорошо Вот так Тоже Ничего Хорошего Ну и так То же самое Даже Хуже Хорошего просто буду пробовать разные комбинации но это вот эта плохая комбинация потому что куда фокус из игры ушел а кто-то через steam включил это плохая комбинация потому что по моему из тех фигур мы не сможем составить прямоугольный да нужно хотя бы вот такую одну значит эти фигуры должны быть максимально разрознены друг от друга ну допустим это здесь это здесь не так уж разрознено получилось то есть то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, ты Понимаешь, что в финалке Десятый, как мне быстро подсказал Я понимаю, что нарандомил Но все равно Ну не знаю, может быть он ошибается Но как же может не быть тут решения Какую эту Давай так Давай так Первая, вторая, третья, четвертая Пятая, шестая, седьмая, восьмая Девятая, десятая Я уже много перепробовал Комбинации, не получается пока А, ну давай, я пока сам попытаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Привет, гроб Да, мне лично нравится То есть тут много головоломок Не таких, это как бы только часть игры Маленькая, там обычно в другом Заключается, то есть там Нормальные 3D такие Ходишь Ну не знаю, если тебе нравится Как бы такие головоломки Интерактивные, да, вот чтобы именно это было То есть какой-то там взял предмет Кого-то поставил Там отразил какие-то лучи И так далее, да Если такое нравится То отлично вообще Плюс такой сюжет Ну в принципе интересный Я еще пока не знаю, чем закончится Но интрига есть Так Ну, косяк Мне кажется, что действительно А, из-за чата не видишь Секунду Ну там это Петерга Блин, давай сюда пока что-то перемещаем Блин Секунду Секунду Переворачивать не умеют, ну все Субтитры сделал DimaTorzok Хм, блин, сейчас, как-то вот в таком плане что-нибудь хочу Ну, в последний входил кубик, но Ну, какая разница в последнем или не последнем Ну, то есть, я все равно не понимаю, как делать, чтобы Кубик остался Или ты имеешь в виду, что кубик сверху должен быть? То есть, чтобы остался, то есть, значит, кубик, допустим, в углу Мы его огибаем Желательно вот такими или какими-нибудь штуками, неудобными Ну, да, я понимаю На стоп эти у нас не подходят, тут только вот такая Так, не, нам же еще палку нужно куда-то втекать Опять что-то не то Ну, блин Все легко сказать, да Это то же самое практически, что сказать Просто пройди Вокруг квадрата я могу построить Вроде Сейчас полностью покроем этот квадрат, да, вот, грубо говоря Ну, например Ну, вот тебе осталось только для кубика Ну, правда, это уже тупик Из-за вот этой штуки Ну, или можно вот так Ну, а как? Так, я понимаю, что ты между, типа, накидать сюда фигур И чтобы тут, хоп, волшебным образом остался такой квадратик Ну, а как это сделать? А-а-а Ты между именно из вот этих То есть, именно из вот этих кочерги из ИСТ Ну, вот Ну, это плохо Ну, это плохо Ну, тут по-любому Тетрис это сложно Ну Как-то вот не выходит А, ну, кстати, это можно подвинуть наверх Ну, это, конечно, это можно подвинуть Ну, т.к. Ну, т.к. Ну, т.к. Ну, т.к. Ну, т.к. Все равно не составляется Странно, такой финиш На самом деле, что реально Невозможно из этих собрать Насколько я уже перепробовал Да не может быть, чтобы я не нашел Или может, но мне кажется Все-таки странно очень Как здесь можно переделать Субтитры сделал DimaTorzok Нет, тут тоже что-то явно не так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну из этих мы уже разобрали Что из этих пяти фигур Которые у меня остались Нельзя собрать половину Значит, точно нужно, чтобы в их половине Было что-то еще И не обязательно кубик Хорошо А, ну да, то есть Насколько плотно мы можем их собрать В одной половине Так, чтобы не было дыр В первых трех строках Давайте вот это попробуем Так Так По-моему, в первых трех Мы не можем, да, делать Чтобы не было Ну, допустим, так Решил? Серьезно? Рассказывай Ну-ка, ну-ка Так Следующая Два, два, три, четыре Так Надеюсь, напрашивается вот это, да? Ну да Ну да Далее Половину уже поставили В смысле, такую же А, вот так 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 Что-то пока Не вижу решения Вроде Так Так О, жесть Офигеть Много ходовочка Ну, фабиноты Вообще Жож Ха-ха О Ну, че, спасибо Офигеть Ха-ха-ха Вот это, блин, жесткая головоломочка Теперь у нас Теперь у нас есть источник красного Да не, зачем я ж Теперь вижу, как это выглядит А здесь кубик Ну что Что еще Так Так Может это полегче Ну сейчас, короче Попробую порешать немного Если не получится То на этом стрим Заканчивается Пока наобум По большей части Ставлю Норм Солвер Да не Слишком скучно С первого раза А че-то долго А, ты имеешь дуэту? Я думал Ты тут С первого раза Как говоришь И шо Ну я С первого раза Такой Не могу Зачем Зачем-то кубик Тут Пока Непонятно Ага Так Ну вентилятора Нету А где Вентилятор Достать О, сейчас Сообщение Прочитаю Просмотрев архив Ты узнаешь Что в наше время Многие считали Будто цивилизация Не имеет серьезного значения И что нам следовало бы вымереть Таких циников У нас достаточно Надеюсь Тебе это кажется Таким же вздором Как и мне Надеюсь Ты сможешь Что-нибудь найти Во всех этих файлах Песню Книгу Фильм Может быть Игру Что-нибудь Что тебе понравится Что заставит тебя понять Насколько беднее Был бы мир Без всего этого Мне очень хочется Верить в это Потому что Многие люди Пошли на жертвы Чтобы все это Сохранить Так Ммм Ну допустим Не так Сразу Сначала Нет Кубика у меня нету О Такая физичная Вот та была Самая хардовая Значит С этим Почему-то А это какие-то Легкие Блин Так Бежим По кругу Сначала Не Ну все равно Так атак Стрим Сейчас будет Уже заканчиваться Но просто Хотя бы Сейчас глянем Что тут Но если Очень что-то Простое То тогда Ну Побырву Может быть Решим Но я думаю Что там вряд ли Будет простое Так как Это же Даже не основная Локация Это же по сути Дополнительная Локация Ну да Ага Вот это Приемник Для того Вот излучателя Но нам нужен Соответственно Отражатель А А иначе Мы туда не войдем Стоп А где нам Тогда взять Отражатель Что я затупил Хотел войти Короче Вон там Какой-то есть Пульт управления Тоже Ну в смысле Этот Ну да Стоп А где нам Туда отражатель Копать Я же там Вроде все Посмотрел Я же ничего Не пропустил А Пропустил Что-то Пророк Уже заканчиваю Уже Почти Четыре часа Стрим Вот Отражатель Ух ты Какая Узенькая И длинная Продолжение следует Не Не Наверное Не так Надо Продолжение следует Вот Опять Кубик Я по-моему Только первую локацию Прошел В третьем храме Да Только первую Открыл Четвертый этаж Башни В смысле Лифт Ну короче Третий этаж Открыл И соответственно Лифт Активировал До четвертого этажа Но дверь там Закрыта И Вот Ну пророк Ну как могу Так и играю Ну что Я поделаю Ну почему Еще башня Еще Вот это Еще Там Звездочки Собирал А ты сам Его нашел Или С помощью Проги Нет Это Это Комплекс А Закрытая Комната Закрытая Локация Решил Ну давай Давай Чтобы По-быстрому Хотя Конечно По идее Как бы Ну в это Смысл Мало То что Вы мне Пишите Как проходить Ну то есть По идее Я же Прохожу Игру Я должен Решать Головоломки Мастера Напиши В Б И С Ничего Не Открыл Не С помощью Проги Не Надо А Хабин Ну Ты же Сам Можешь Принципе Написать Или Или Давай Напиши Половину Короче Только Половину А дальше Я попробую Сам Потом Продолжение Продолжение следует Ты пишешь слишком маленькими предложениями, зато много сообщений. Смотри, вот это изначальное положение. Раз, два, три, можно три раза перевернуть. Какая картинка? Пока там Фабино пишешь довольно долго, я попробую что-нибудь сделать сам. Спасибо. Ой, я думал я выронил. Так, ну опять просмотры вначале, что тут у нас. Хм. Я буду нести знания и исцеления людям Элохима, чувак. З4 Декил, версия 22.2. А, так это же бомба. Только через милость мы можем постичь вечный мир. А, этот блокиратор, Эрмис, версия 486. Я буду нести слово Элохима во все миры его сада. Ну давай. Вот, что-то это вообще излично выглядит. Пророк, да вон он только что выше был. А, отфу ты, так это же вообще элементарное лол. А, ты кто? Уриел 4. Уриел 4. Добро пожаловать, дитя мое. Я один из тех, кто решил остаться в этом мире в качестве послания к скрытых слов. Если ты когда-нибудь будешь в беде, то ищи нас и взывай помощь. Мы сделаем, что можем. Уриел 4. А ты куда ушел? Ладно, там у нас кнопочка осталась, не нажатая. А, или че? А как? Вот там вопросик внизу. Что мне с ним делать? Что-то я не обратил внимание куда он свалил. Давайте пробежим по кругам. Или он все исчез. А, да потому что Фабино не видел его, короче, это. Не видел фигуры. Да сейчас все равно заканчиваю, в следующий раз уже поставлю. Ну не знаю, в общем исчез этот Уриел. Как мне избавиться от вопросика внизу я теперь не знаю. Вот. Но в комплексе А мы дело сделали. Все. Сегодня достаточно. В следующий раз мы пойдем в такое же место в комплекс B. и потом в комплекс C. Ну и потом в комплекс C мы еще одну эти... Ну оставшиеся комнаты пройдем, там лифт и дальше я не знаю что будет, но что-то явно будет. Давайте спустимся просто чтобы сохранение наверное было уже здесь. Точняк. Знаете, говорят если в лифте кнопку тыкать очень сильно, да, то тогда быстрее все поедет и двери закроются быстрее. Аааааа всего то? Чё то да, ну господи, я без подсказок все пройду. А где топор? А, вон там О, еще спускаться Из-за леса, из-за гор Прилетел в лицо топор Топор исчез Походу топор там заспавнился В той локации, да? Топор исчез Он, наверное, в комплексе Си опять появился Либо он вообще одноразовый, не знаю Сейчас сходим, проверим топор Главное, когда ты к последним комнатам в храма Си будешь проходить А на стриме нет человеков, которые прошли игру Лучше подожди меня Я просто не хочу сейчас проявить Но можно попасть в точку невозврата Так что 100 звездочки собирать Ага А последние комнаты это какие? Ты можешь сказать конкретно? Вот эти что ли? Пятая? То есть до пятой что ли только доходить или что? А, я такое чувствую, что когда я загружусь Он опять, короче, тут появится Так что Все А, этот, ну это понятно Ну что ж На этом стрим заканчивается Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат Следующий стрим по Талосу Не знаю, когда будет Потому что, как видите, иногда бывает спонтанно Потому что сегодня, ну, такой технический выходной Можно сказать у меня И, ну, в общем, как бы Стримы, могу одно сказать Стримы по Талосу, они всегда, ну, днем Да, не вечером Вот Ну все Всем спасибо, что смотрели Всем пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok